приветствую всех кто зашел ко мне в гости знаете чего хотел я о чем поговорить вот для чего нам людям добавляет зарплаты если в магазинах все точно также повышается давить для чего для того чтобы для им отчитаться ну тема главная у меня сегодня не такая как быть безопасным на дорогах пешеходам нам говорят чтобы мы ходили по зебре по пешеходным переходы где есть установлены это правильно все так ведь и нужно соблюдать а я говорю не о зебрах я говорю о тех местах где нету этой зебры вот если автомобиль даже если езди но она вдалеке как бы я о правилах дорожных движений не буду говорить все кто это знает и лучше меня знают я просто хотел сказать о безопасности и в плане чтобы не переходить эту дорогу вот потому что у меня тоже такие случаи были даже в большом городе например где двухстороннее движение пешеходный переход хрен знает где сейчас секунду хрен знает где короче ни полиции никакого послова нету и вот вам надо перейти через дорогу и вы например решились даже так некоторые поступают я не говорю что это правильно я говорю о том даже если те случаи которые так происходят нельзя напропалую бежать как говорится даже вот видите что автомобиль идет и вы уже пошли через дорогу допустим перешли потому что у меня такие случаи тоже мной были я переходил вот так на установленном виде месте а там были эти с левой стороны смотрю далеко там это светофор включился и ну автомобили остановились а с правой стороны идут и идут то есть это они идут но они далеко еще что-то где-то проехали а где-то еще далековато и вот думаешь а я уже раз перешел на первую линию дороги перешел который с левой стороны а там же был этот пешеходный переход не этот перекресток и он был далеко метрах примерно 200 наверное ну может 100 100 скорее всего и вот они там автомобили остановились я естественно перешел но там нельзя было переходить это было уже несколько лет назад ну вот я просто говорю о том что люди мы на растеряемся как и на пешеходных переходах даже даже если установленном порядке как говорится наше дело зеленый свет проходить все равно нужно оглядываться по сторонам потому что водители ведь тоже всякие есть если нарушители поэтому многие люди идут вообще не смотрят ни налево ни направо просто прямо идут и все вот их не сигнал 100 фору и пошли потом все поэтому в этих случаях всегда надо глядываться по сторонам а еще я хотел продолжить про тот случай что когда я перешел вот эту дорогу и там это сплошная полоса была двухсторонние движения я на ней остановился там даже островка не было ну ждал когда же это пройдут то и вот ну вот с правой стороны чтобы на другую сторону то перебежать и что я делал понимаете я смотрю автомобили где-то уже далековато как бы нет а потому что она одна за одной одна за одной идет если бы я побежал меня бы сбили а мне надо перейти потому что я стою не установленном месте потому что сейчас тут с левой стороны будут ехать мне негде стоять вообще я мне надо поскорее туда перейти и вот я знаете считаю так раз вот понимаете вот я так почти можно сказать шагнул уже шаг автомобили буквально где-то метров 30 что ли были от меня с правой стороны и я уже считаешь хотел шагнуть шаг чтобы побежать и понимаете я просто сумел остановиться ну просто дал себе сигнал а люди в основном чаще всего если они делают шаг они бегут и по потом попадать под афтам игры как говорится вот вот эти случаи нужно всегда руководство так сказать вот такой таким действием чтобы руководить своим и не думать о тех людях что там потому что мы чаще всего ну поступаем не то что неправильно да можно сказать даже неправильно потому что мы думаем что на нас кто-то смотрит вот так мои приучены бывает есть люди которые обращают на это внимание а на это внимание нельзя никогда нужно всегда быть осознанным как говорится и всегда в своем уме быть не на ни на что ответ отвлекаться в дороге ладно продолжение следует так мы продолжаю что я говорил я говорил что никогда нельзя спешить на дороге нужно быть вдвойне внимательным во первых мы сами себя своей жизни угрожаем а тем самым же тем водителям которые ездят по правилам и у них тоже стрессовая ситуация создается когда так люди побывают попадают в автомобиль на потому что их не право и ехать с такой-то скоростью вот такая тема у меня и вот я говорю когда эту дорогу перебегал в общем-то не договорил я об этом и вот я уже считаю шаг сделал вот если по понимаете если бы я шаг сделал побежал бы меня бы сбили точно а я просто сделал вроде бы а потом подумал нет это самое а я не так часто в таких городах больших как бы вы бывают поэтому иногда теряешься вот так какая-то такая паре происходит это ну неосознанность понимаете нужно всегда быть до в дороге осознанным и не только в дороге во всем ну вот этого я вам и желаю всего быть осторожными потому как жизнь у нас одна вот так всем пока подписывайтесь на канал до свидания